Насколько могут увеличиться тарифы решает еще и городской совет Омска. Народные избранники определяют предельный индекс платы за коммунальные услуги. Но внимание мячей на этой неделе было приковано к горсовету совсем не поэтому. Все эти опубликовали снимки нового депутата от ЛДПР Екатерины Маленьких в откровенных костюмах. Самый невинный Баннигерл из журнала Playboy. Народная избранница оправдывалась еще студенткой, участвовала в костюмированных вечеринках, а гоу-гоу в клубах не танцевала. Впрочем, Екатерина не единственная, кто привлек к себе такое пристальное внимание. Мы составили небольшой рейтинг скандальной привлекательности партий. Антон Парахин собрал фотографии женщин, пытавшихся пройти в парламенты разных уровней, и выяснил, чего лишилась российская политика. Третье место отдадим кандидаткам от политического меньшинства партий, не набравших проходной минимум. Против всех патриоты России партия социальных реформ, народ против коррупции и так далее. Судя по аккаунтам в социальных сетях, большинство из этих дам не готовились к серьезной борьбе за мандаты и даже не почистили компрометирующие их фотоархивы. На втором месте «Единая Россия» среди кандидатов от партии власти все-таки больше политиков-тяжеловесов, которые заботятся о своей репутации. Впрочем, в этом году, как никогда, по всей стране активны были помощницы действующих депутатов. Но, пожалуй, единственным скандальным эпизодом можно считать выдвижение актрисы из шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой. «Если я умею следить за собой, то смогу и за городом, и за областью, и за страной», нескромно заявляла несостоявшийся депутат от Свердловской области. Первое место присуждаем двум коммунистическим партиям. И в КПРФ, и у коммунистов России немало спортсменок, комсомолок и просто красавиц от Магадана. До Архангельска практически в каждом регионе партийные списки пополнили молодые, современные и раскрепощенные кандидатки. Однако добиться успеха на выборах в местные парламенты у большинства не получилось. При распределении мест приоритет отдали мужчинам. А девушкам только и остается ждать и верить, что соратники добьются успеха на более высоком уровне и освободят кресло.